Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас очередной выпуск рубрики Находки с маркетплейсов. Насколько мы поняли по статистике, по вашим комментариям, рубрика вам понравилась, поэтому мы ее продолжаем. И сегодня мы снова поговорим о товарах для кухни. Не будем долго болтать, сразу показываю первый товар, и это вакуумная пробка для вина. Вообще штука очень полезная, если вы покупаете вино и редко его пьете или медленно его пьете, то обязательно купите себе такую вакуумную пробку. Мы всегда покупаем вино, у нас бутылка хорошего вина всегда есть в холодильнике, но пьем мы его очень медленно. Иногда можем открытую бутылку хранить неделю, а то и дольше, а вино открыто хранится, насколько я помню, сутки или пару дней всего лишь, не теряя своих качеств, а эта пробка, получается, она выкачивает воздух, и вино дольше остается вкусным, свежим и таким приятным. Поэтому обратите на нее внимание. У нас вот такая вот вакуумная пробка Xiaomi, я не знаю, можно ли сейчас ее купить на маркетплейсах, она то появляется, то исчезает, то опять появляется. Но в принципе вы можете зайти на Wildberries, на Zon, на Яндекс.Маркет, на Сбермаркет, в общем, куда угодно, чем вы чаще всего пользуетесь, и просто набрать в поиске вакуумная пробка для вина. Их там очень много, выбирайте любую, какая вам нравится, и на свой вкус, и бюджет. И продолжая винную тему, покажу вам второй товар, тоже для винишка. Это вот такой вот электрический штопор. Зачем он нужен? Ну, для того, чтобы открыть бутылку с вином, с пробкой. И обычным штопором там сидите, руками вот так вот делаете, особенно если столешница скользкая, как у меня, например, на кухне, она вот так вот постоянно ездит. Я, честно, когда таким штопором ручным открываю, я прям очень стараюсь, чтобы он мне не соскользнул и не упало. А этот электрический штопор работает намного проще. Нажимаешь кнопочку, винт вкручивается в пробку, нажимаешь другую кнопочку, он ее вытаскивает, и все. Как бы это очень круто. Если вы любите всякие гаджеты электронные, хорошо относитесь к современной технике, и, опять же, пьете вино, обязательно купите себе такой штопор, он, правда, очень классный. Он работает от батареек, то есть заряжать его от розетки не нужно, но батарейки, насколько я помню, хватает на тысячу открываний. Это очень много, ну, смотря, конечно, с какой интенсивностью вы открываете бутылки, но мы его покупали, наверное, 2-3 года назад, и до сих пор батарейки не меняли. Так что хватит точно надолго. У нас этот штопор тоже Xiaomi, но мне кажется, что их плюс-минус делают на одном заводе в Китае где-нибудь, потому что мы видели такой же штопор в Кюхенленде, в супермаркете, точнее, в магазине у нас здесь, в городе, и он стоил, по-моему, около 5 тысяч рублей, но выглядит он прям один в один, как Xiaomi. Поэтому тоже можете либо загуглить такой же штопор, как у нас, на любом маркетплейсе взять, либо просто зайти там на Ozone или на Wildberries и ввести просто электрический штопор. Если он визуально будет таким же, то, скорее всего, это одно и то же, даже если он называется и не Xiaomi. И продолжая тему с алкоголем, покажу еще вот этот вот аэратор. Это такая насадка-аэратор. Вы все знаете, ну не все, наверное, кто любит вино, и кто часто его пьет или ходит в рестораны, знаете, что такое декантирование вина, и как выглядит декантер. Это такой, как сосуд, в который вино переливается, и в этом декантере оно насыщается кислородом. Так вот это такой упрощенный декантер, можно сказать, подручный. Декантер надевается на саму бутылку и через этот носик наливается в стакан. Говорят, что он тоже работает, что вино так тоже насыщается кислородом и лучше раскрывает свой вкус и свое качество. Но мне кажется, что основное его преимущество, что из бутылки удобнее наливать вино в бокал, ничего не течет, стол не пачкается, бутылка не пачкается, бокал не пачкается. Короче, штука прикольная, особенно если вы берете вот эти вот все три гаджета, про которые я рассказала, в наборе. Потому что это обычно получается дешевле, и в принципе им можно купить и себе, и в подарок кому-то. Четвертый товар никак не связан с вином, как ни странно, он связан с едой. И это вот такая вот стеклянная кастрюля. Вы спросите, да, зачем вообще на кухне нужна стеклянная кастрюля? Эту стеклянную кастрюлю можно использовать в эстетических целях. То есть, когда вам хочется красиво сварить супчик, сфоткать, снять, ну или просто хочется посмотреть, как там кипит бульон или компот сделать. Вот такую кастрюлю использовать клево. Основное ее преимущество в том, что ее можно использовать не только на электрических или индукционных плитах, но и если купить рассекатель пламени, можно ставить на обычный газ, то есть использовать на обычном огне. Но рассекатель пламени не обязательно, иначе стекло может треснуть. Хотя производитель, конечно, уверяет, что стекло ни в коем случае не треснет, но мне кажется, лучше так и не экспериментировать. Ну и, конечно, стараться избегать, точнее, резких перепадов температур. То есть, если у вас суп в кастрюле стоит в холодильнике, а суп можно хранить в этой кастрюле, то есть от нержавейки нельзя, или нержавейки лучше перекладывать еду, вы знаете, да, то в стеклянной посуде можно прям сразу убрать в холодильник. Но нельзя достать из холодильника и сразу поставить на плиту, потому что будет перепад температур, и стекло может треснуть. В принципе, к формам для запекания тоже относятся. И еще очень важно, что в этой кастрюле можно запекать в духовке. Можно, не знаю, там сделать плов, можно какую-то запеканку, какую-то тыкву запечь. Или даже если вы варите, например, щи в ней на плите, потом поставили в духовку и довели до готовности. И у нее есть еще крышка, что тоже очень удобно. В общем, кастрюля классная. Вот здесь вот я оставила артикул на такую или на похожую. Я уже сейчас не помню, как точно она называлась, но их на самом деле на маркетплейсах очень много. Пятый товар – это вот такой вот питчер, он же молочник. Мы его используем для кофемашины. Вы наверняка такие штуки видели в кофейнях, они там вообще постоянно используются. Они часто в них там взбивают, например, горячие сливки и потом добавляют в раф кофе. Мы его взяли, потому что у нас появилась недавно прекрасная автоматическая кофемашина, в которой мы теперь каждый день по нескольку раз варим кофе. И когда ты включаешь эту кофемашину, она автоматически себя промывает. Потом, когда ты ставишь сюда капучинатор с молоком, он тоже себя промывает. И под это дело нужно ставить какую-то емкость. Мы раньше использовали обычный стакан, но это было неэстетично, некрасиво. Поэтому мы решили, как в кофейне, купить классный такой стильный, минималистичный питчер. Поэтому выбрали вот такого дизайна. Но вообще, мы покупали на Азоне, здесь вот артикул я вставлю. Вообще их там было очень много. Золотые, белые, черные. В общем, мне кажется, что хохламу можно найти при желании. В общем, под любой дизайн, под любой интерьер и под любое настроение. Его еще можно использовать, кстати, как мерный стакан, потому что у него есть носик. Очень удобно там куда-то что-то переливать. И внутри есть деление. И наш питчер рассчитан на 350 мл. Есть побольше. И шестой, последний товар в этой подборке сегодняшней, это вот такая вот сушилка для зелени. Когда я говорю или пишу, что я зелень сушу в сушилке, многие мои подписчики почему-то думают, что я говорю про электрическую сушилку. Это вообще не то. Вот совсем другое. Это центрифужная сушилка. Она нужна для того, чтобы зелень помыть и потом удалить лишнюю влагу. То есть мы берем зелень, складываем вот в эту вот емкость, моем прям там же, потом воду сливаем, ставим и прокручиваем. И получается, что лишний влага у нас остается здесь вот в поддоне. Это очень удобно, потому что, ну, например, в салаты ты мокрую зелень не положишь. Это вообще как-то невкусно и некрасиво, и вообще как-то бе. Не знаю. Можно, конечно, там суп посыпать влажной зеленью, не заморачиваться с сушкой. Но если мы готовим салат или какое-то другое блюдо, ну, конечно, зелень надо посушить. Вообще мокрые продукты в рецептах лучше, конечно, не использовать. Можно взять бумажные полотенца и промокнуть зелень. Но это, мне кажется, затратнее, потому что полотенца стоит денег. И, например, их можно использовать для других каких-то целей, там, фрукты протереть. И, к тому же, они, ну, достаточно плохо все равно впитывают влагу, зелени. А это прям работает очень круто. Мы свое покупали в Икее еще, наверное, года 4 назад. Но я нашла для вас похожие, очень похожие сушилки на маркетплейсах. Выбирайте ту, которая вам больше нравится. Вот такая у нас сегодня получилась подборка с маркетплейсов для кухни. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Какие товары есть у вас, какие подборки вы хотели бы, чтобы мы для вас сняли. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока!